Здравоохранение Здравоохранение – отрасль не просто стратегической, жизненной важности для любого цивилизованного государства. За сохранностью здоровья приднестровцев во всех городах и районах республики бдительно следят врачи скорой помощи, а также амбулаторно-поликлинической службы и трех диагностических центров. Дальше спасительную эстафету подхватывают 10 больниц, в том числе республиканские, клиническая больница и центр матери и ребенка. Вот так буднично и незаметно происходит чудо. Пока в единственном в Приднестровье отделении реанимации новорожденных право на жизнь получают самые маленькие наши соотечественники. Весом – от 600 граммов. Набираться сил младенцам помогают квалифицированные врачи и шесть современных кювезов, созданных по последнему слову неонатальной медицины. С 2010-го, по словам местных докторов, им удалось снизить детскую перинатальную смертность и добиться поистине победного показателя в 3,2 промилле, что вполне соответствует современному уровню медицины в ведущих странах Европы. Жизненно важную помощь здесь получают не только новорожденные терраспольчане, но также дети из других городов и районов республики. Этот детский неонатальный реанимобиль возглавляет спасательный врачебный десант, а заодно и перевозит туда, где его больше всего ждут. Машина новая и легко преодолевает километры расстояний до маленьких пациентов. Но самое ценное – внутри. Кювез для транспортировки новорожденных и новейшее реанимационное оборудование. Всего в автопарке Республиканского центра скорой медицинской помощи 5 реанимобилей. Только один из них – детский. Поистине драгоценный подарок автономной некоммерческой организации «Евразийская интеграция» здесь оценили по достоинству и специально оборудовали для него отдельный гараж с автономной электрокатильной. И самое важное – каждая такая машина изначально буквально начинена новейшим медицинским оборудованием. В 2014-м Республиканский центр скорой помощи принял в даро-атоно «Евразийская интеграция» 8 специализированных автомобилей. Из последних поступлений – 4 автомобиля повышенной проходимости, а также 15 полноприводных авто класса «Б» известного концерна «Форд». Эту четырехколесную партию распределили по всем городам и районам республики. В 2013-м отряд приднестровских врачей также решением руководства автономной некоммерческой организации откомандировали в Москву на двухнедельные курсы повышения квалификаций, в том числе для получения навыков работы на новых реанимобилях. Республиканская клиническая больница – лечебный комплекс с 85-летней историей. В довоенное время здесь был всего один корпус, сегодня порядка 40 специализированных отделений. Здесь опытный медперсонал оказывает диагностическую и лечебную помощь всем жителям Приднестровья. Благодаря программе президента учреждение расширило спектр бесплатных медицинских услуг. Приднестровцы, попавшие в любую больницу республики по направлению врача, так называемые «койко дни», не оплачивают. Доступнее также стала помощь местного рентгеновского компьютерного томографа. Это современное диагностическое оборудование в РКБ появилось в 2013-м. Спектр его применения самый широкий – от обследования последствий травмы до неврологических и онкологических заболеваний. Сегодня РКБ оснащена всем необходимым диагностическим оборудованием от ведущих мировых производителей. Перечень медицинских научно-технических новинок продолжается в отделении эндоскопической хирургии. Сегодня местные врачи выполняют различные высокотехнологичные операции – малоинвазивным методом, то есть с максимальным лечебным эффектом, но минимальным травматическим. В распоряжении квалифицированных хирургов, в том числе ультразвуковой скальпель и современный видеокомплекс фирмы «Карл Штольц», признанного флагмана в производстве эндоскопического оборудования. Отделение офтальмологии по праву считается в РКБ старейшим. Когда-то только здесь работали с уникальным и единственным во всей бывшей советской Молдавии лазерным оборудованием. Со временем оно устарело. В начале 2017-го местные врачи получили взамен обветшалок японских современные американские аппараты. Трое местных хирургов выполняют операции самого широкого спектра – от устранения косоглазия до спасения зрения. Так здесь удаляют катаракту с пересадкой хрусталика глаза. Еще один ветеран лечебного фронта – госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны. Сегодня жители республики могут получить здесь квалифицированную медицинскую помощь практически любой направленности – от диагностической и терапевтической до неврологической и хирургической. Представители льготных категорий населения получают здесь квалифицированную бесплатную медицинскую помощь. Одним из самых востребованных стало отделение сосудистой хирургии. Здесь проводят практически все виды оперативных вмешательств для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Именно в этом лечебном подразделении преднестровцев спасают от печальных последствий инсульта. Местные сосудистые хирурги работают в круглосуточном режиме. С помощью санавиации врачи реагируют на тревожный вызов из любой точки Приднестровья. Госпиталь инвалидов войны сегодня оснащен новейшим диагностическим оборудованием – от аппаратов ультразвукового исследования внутренних органов и сосудов до современного компьютерного томографа. Здесь также действует еще одно подразделение первостепенной важности. 60 пациентов сегодня постоянно получают гемодиализную помощь. Отделение искусственной почки работает с 2006 года в трехсменном режиме. Широкий спектр услуг жителям республики оказывают также лечебно-диагностические центры. Один из них – Тирамет. Этот многопрофильный медицинский комплекс предлагает самый широкий перечень исследований – от ультразвукового и гастроскопического до исследования головного мозга. Всем необходимым оборудован также кабинет отоларинголога, где можно проводить малоинвазивные оперативные вмешательства. Здесь также можно пройти пункционную биопсию – передовой вид диагностики заболеваний щитовидной железы. К гордости местных специалистов, им удается выявить злокачественное новообразование размером от 5 мм, то есть на самой ранней стадии болезни. Свои услуги жителям республики предлагает также Медин. Этот медицинский центр оснащен новейшим оборудованием, прежде всего диагностическим. По праву возглавляет тяжелую артиллерию медицинского научно-технического прогресса магнитно-резонансный томограф, единственный в республике. Свой лечебно-диагностический центр есть и у жителей города Рыбница и Рыбницкого района в составе местной амбулаторно-поликлинической службы. Поистине неоценимый вклад в развитие Приднестровской отрасли здравоохранения внесла автономная некоммерческая организация. Так в Рыбницком районе, наконец, надеются взять под полный контроль ситуацию с заболеваемостью туберкулезом с помощью современного противотуберкулезного диспансера. Рыбницкие эфтезиаторы уже отмечают отрадную тенденцию к снижению уровня заболеваемости в Рыбницком районе. Отделение химиотерапии, также подаренное Приднестровцем автономной некоммерческой организацией Евразийская интеграция, только начинает жить. Прежде всего силами трех врачей-онкологов и двоих химиотерапевтов. Отделение оснащено современным оборудованием. Это инфузионная и вентиляционная техника и аппаратура для интенсивного лечения. Перечень новейшего диагностического оборудования продолжают современный аппарат УЗИ, кальпоскоп и собственный маммограф для мониторинга здоровья женского населения республики. Новоселье также с нетерпением ждут и в педиатрическом стационаре Республиканского центра матери и ребенка. Предстоит еще весь спектр внутренних инженерных и отделочных работ. Между тем, все необходимое для проведения сложных хирургических операций уже есть в наличии. География ценнейшего медицинского оборудования обширна – от России, Италии до Америки и Японии. Новый корпус рассчитан на 70 койко-мест. На первом этаже планируют разместить отделение реанимации, также оснащенное по последнему слову медицинской техники. Здесь дети от первого месяца до 14 лет смогут обследоваться и получать высококвалифицированную помощь. Силами евразийской интеграции продолжается строительство и Республиканской туберкулезной больницы в Бендерах. Ожидается, что стационар вместит 103 пациента, каждый из которых сможет обследоваться и получить индивидуальный курс терапии с применением новых высокотехнологичных методов и современного оборудования. Медицинский факультет Приднестровского госуниверситета – еще один дар Приднестровью от России. Сегодня здесь обучаются 630 будущих врачей по четырем специальностям – лечебное дело, педиатрия, фармация и стоматология. Более уверенный переход от теории к практике стал возможен благодаря новейшим микроскопам и прочему современному лабораторному оборудованию, с помощью которого научная деятельность на факультете вышла на качественно иной уровень. На факультете также действует лаборатория функциональных исследований кафедры физиологии с необходимым электрофизиологическим оборудованием и лаборатория микробиологии. В научную деятельность сегодня вовлечены практически все студенты факультета под руководством опытного профессорско-преподавательского состава. В 2017-м из этих новых стен вышли 74 выпускника в мир больших свершений и будущих спасенных жизней. Между тем, в сфере Приднестровского здравоохранения дефицит медицинских специалистов продолжается, а значит, сохраняется высокая востребованность медицинского факультета в его новой эпостасии.